Показания к УЗИ, на самом деле, я думаю, что любой из нас может сам сформулировать, поскольку сейчас это такая практически обязательная часть осмотра. Поэтому боли в пояснице, боли в подвздошной области, дизурия, гематурия, наличие патологических изменений при других органах. Допустим, мы можем отслеживать размеры простой кисты. Если мы сделали КТ, доказали, что это простая киста, мы повторно можем КТ уже не делать, можем отслеживать в динамике уже размеры по ультразвуку. Плюс это травма живота, динамические наблюдения за выявленными аномалиями, наблюдение после резекции почки, наблюдение за больными смочеками и болезнью, ну и, собственно, онкопоиск. УЗИ не идеальный метод диагностики. Он простой, доступный, дешевый, но, конечно же, компьютерная томография является самым информативным и самым чувствительным методом. Что может повлиять на качество УЗИ? Это, во-первых, вес пациента, причем как лишний вес, когда у нас пациентом 140 кг, очень сложно бывает разглядеть особенности строения почки, и точно так же, если у нас там девушка весом 40 кг, у нее почка оказывается тоже слишком близко к поверхности датчика, и это тоже может быть проблемой и тоже мешает нормальной визуализации. Я не знаю, кто делает УЗИ, наверное, с этим сталкивались. Когда худенькие такие девушки, там почку расследить непросто, приходится как-то выдумывать полипозиционно, смотреть и так далее. Плюс к этому, естественно, анатомические аномалии, то есть подковообразная почка, дистатированная почка, то есть те почки, которые находятся не в привычном для врача, который выполняет регулярно УЗИ месте, они тоже представляют определенный такой челлендж для диагностики, и тоже мы обычно при таких состояниях рекомендуем компьютерную томографию с контрастированием. Газ в кишечнике экранирует наш ультразвуковый сигнал и тоже ухудшает визуализацию. Раньше, в конце 80-х, в 90-х годах больных готовили, если мы откроем старые учебники, там написано, что необходимо исключить газообразующую пищу, исследование выполнять на точках и так далее. Сейчас практически нигде этого не делают. УЗИ аппарата стали лучше, но в некоторых ситуациях приходится исследование останавливать и пациентам объяснять, что видно плохо и может быть мы попробуем переделать это исследование, через пару дней после подготовки. Вот такие ситуации бывают. Ну и третий фактор – это фактор пирожка, как я его назвал. Откуда это взялось у нас? Работал замечательный доктор, сам Измаилович Габдуррахманов, может кто-то его помнит. И когда я еще учился в ординатуре, я ходил смотрел, как он делает УЗИ, это там был 98-й год, уже 20 лет назад. Я его спросил, почему у нас одинаковые с виду пациента, одинаковые комплекции, примерно одинакового возраста. У одного видно все замечательно, прямо как в учебнике, а у другого очень плохо и приходится что-то выдумывать, как-то пытаться посмотреть по-другому, там поворачивать на бок, на живот, там еще что-то. На что он не ответил, что говорит, раз не знаешь, у нас пациенты, они же как пирожки. В каком смысле? Они говорят, с виду все одинаковые, начинка у всех разная. На самом деле есть фактор такой непонятный, неописуемый, это строение подкожно-жировой клетчатки, как это пишут в учебниках в наших западных. То есть это какая-то особенность именно жировой клетчатки, которая экранирует ультразвуковой сигнал. То есть она его гасит, у нас визуализация хуже, мы укручиваем гейн, у нас больше помех, и соответственно это вот такая необъяснимая вещь. То есть вроде бы стандартного по размерам пациента, может быть плохая визуализация при УЗИ. Да? А вы это криминологическое исследование перед УЗИ не преодолевает? Честно скажу, никогда... Я думаю, что нет, это никак не влияет. Никогда не слышал, я думаю, что это может суеверие какой-то. Я ни разу не встречал, надо посмотреть будет. Ну, что касается методики исследования, то подготовка пациента, как правило, сейчас не проводится. Единственное, что нужно обращать внимание, это на состояние мочевого пузыря и не подходить формально к этому исследованию. То есть если мы выполняем УЗИ почек, я обычно всегда сначала ставлю датчик на мочевой пузырь, потому что люди у нас поживые, не всегда они могут сказать, там, они хотят туалет, не хотят туалет. Ну, не всегда бывает легко с ними общаться. Да, поэтому можно сразу проверить. Может быть, задержка хронической мочи, мы все это знаем. И при этом человек не испытывает никаких проблем, он и не догадывается, что там не остаточная моча большая. Вот, поэтому, прежде чем начинать смотреть УЗИ почек, желательно датчик поставить на мочевой пузырь, посмотреть, сколько там мочи. Нужно помнить, что наша стандартная позиция датчика – это вот по задней подмышечной линии, да, в подреберье. Но есть понятие полипозиционное исследование. Если вы видите плохо из стандартного положения, да, вы можете посмотреть в межреберье, и цепочка расположена высоко, и она не опускается при, так сказать, когда мы просим вот надуть живот, да, и выпить вперед, вдохнуть. Вот, можно посмотреть через переднюю брюшную стенку. Нет, некоторые смотрят со спины. То есть, если не получается посмотреть из стандартного положения, можно пробовать любого другого, какое вам удобно. Это вот ваша ситуация, ваш пациент, ваш датчик. Вот. То, что касается частоты, то, как я и говорил уже на первой лекции, что чем выше частота, тем меньше пенетрация. Да, поэтому стандартно для исследования органов брюшной полости используется частота 3,5 МГц, которая дает, ну, глубину где-то 20 см, да, даже больше. Вот. Честность. Нужно понимать все ограничения, да, о чем мы тоже говорили на первой лекции, все ограничения метода, и не вводить в заблуждение ни себя, ни коллег, ни пациентов. То есть, если мы что-то не видим, или мы не можем проанализировать, интерпретировать, как-то ситуацию, надо честно об этом говорить, да, и в протоколе написать, что, допустим, визуализация невозможна или затруднена, да. То есть, и пациент объясняет так же, что вот, знаете, в вашей ситуации я не могу вот на сто процентов поручиться, что вот это исследование окончательно, да, и вам, именно вам надо сделать, допустим, компьютерную томографию для уточнения картин. То есть, не надо на себя брать лишнюю ответственность. Это вот часто такой грех у УЗИ врачей, потому что они вот считают, что позади Москва, и они обязаны дать окончательное заключение, и больше никто, так сказать, на это не способен. Это не так. Ну и последнее, то, что у нас правая почка расположена ниже, левая выше, да, и второй момент, то, что по статистике левая почка, она немножко больше по размеру, это проводилось такое исследование, она анатомами, и связывает это с тем, что левая почка, так сказать, находится рядом с селезенкой, которая меньше по размеру, микроразвитие, то есть, печень не мешает этой почке развиться, она поэтому больше по массе своей, по размеру, немножко. То, что касается выполнения изображения, то же самое, как я и говорил, мы должны тот орган, который мы описываем, да, поместить на нашем кадре, так, чтобы справа, слева, сверху, снизу было какое-то пространство, чтобы было понятно взаимоотношение с соседними органами. Вот, при описании почки мы указываем ее длину, да, можем померить, там, ширину, вот, но это необязательно, то есть, если у вас стандартный пациент с нормальными размерами почек, то достаточно одного размера, достаточно длины, да, плюс надо учитывать, что, конечно, размеры почек, как и всех внутренних органов, они зависят от комплекции человека, да, если у нас, там, пациент метр девяносто пять, у него почка может быть и пятнадцать сантиметров, да, если у нас, там, пациентка, там, восьмидесяти лет, да, и метр шестьдесят рост, там, почка, может быть, восемь лет, тоже является нормой. То есть, эти размеры, они не абсолютно, их надо, как бы, с учетом конституции пациента оценивать. Ну, опять же, вот та ситуация, когда мы не можем вывести почку полностью, да, и она расположена высоко, вот у нас здесь видно, вот, тень от ребра, да, которая у нас сложится на изображении почки. Вот, в таком случае, ну, изображение делать необязательно, если там нет чего-то такого, что обязательно нужно показать, и почку приходится оценивать, ну, по участкам, то есть, отдельно верхний полюс посмотреть в межреберье, отдельно нижний полюс, да, отдельно средний сегмент, ну, вот, потому что, по-другому, она не визуализируется. Ну, опять же, то, что касается ультразвуковой номенклатуры, желательно придерживаться, все-таки, традиционных, да, названий. У нас есть верхний полюс, у нас есть нижний полюс, у нас есть деление на верхний, средний и нижний сегменты, у почки есть передняя и задняя поверхность, есть латеральный и медиальный край, да, есть ворота почки. Вот это вот те термины, которыми нужно пользоваться, не, так сказать, выдумывая ничего своего. Еще пару слов скажу по поводу вообще протоколов УЗИ-исследований. Они не стандартные, то есть, у нас нет каких-то единых требований к этим протоколам, поэтому в каждом лечебном учреждении, по сути, вот формируется некий свой стандарт, да, которому нужно придерживаться, и это нормально, да, то есть взаимодействие врачей с врачом УЗИ, да, допустим, в этом корпусе 16, да, оно приводит к тому, что уже врач УЗИ пишет именно то, что нужно, да, а не то, что где-то там прочитал в учебнике, там, или у кого-то подсмотрел. То есть, протокол должен быть исчерпывающим, лаконичным, да, ясным, да, и когда я, допустим, печатаю, я обычно, опять же, поскольку потом я сам все это читаю, я просто выношу важные вещи в заключении, то есть я не просто пишу, что доброкачественная гипотлазия и приставительная железа, я пишу сразу объем, объем остаточной мочи, там, да, если камни там мочево пузырят, тоже указываю в заключении размеры и так далее, потому что, ну, я думаю, вы все с этим сталкивались, сидеть и в чужом протоколе на полторы страницы искать там размеры камня, потому что в конце написано МКБ, да, это отнимает время и, в общем, не очень правильно. Что касается положения почки анатомического, она расположена, вот, неправильно во всех плоскостях, то есть если мы посмотрим по длиннику тела, да, то почка расположена, вот, на левой картинке видно, под углом 15 градусов, то есть нижний полюс отстоит от позвоночника, да, вот, относительно верхнего, на 15 градусов, а ворота почки расположены в относительно горизонтального уровня под углом 30 градусов, да, вот эта линия брода ли, да, где можно делать пункцию почки, вот, и, соответственно, в переднем и заднем положении, вот, как показано на самом левом слайде, на правом почка расположена, как бы, вот верхний полюс он дальше от нас, да, нижний полюс он ближе к передней брюшной стенке, тоже под углом 15 градусов, да, поэтому, когда мы ставим датчик, мы его сразу ставим в таком косом положении, но, опять же, если кто из вас делает УЗИ, к этому очень быстро привыкаешь, и обычно уже это автоматически происходит, то есть все равно рука сама встает в ту позицию, где должна быть почка, вот, если там почки нет, сразу возникает вопрос, а нет ли у вас дистопии, не было ли операции и так далее, потому что ориентируя нас селезенкой печени, там сразу понятно, что где почка должна быть. Ну, еще раз по поводу описания, мы описываем длину почки и толщину паренхемы, да, как написано зеленым, да, толщина паренхемы, вот толщина кортикового сроя, я вот в одном учебнике обнаружил, что они меряют отдельно, да, вот толщина паренхемы, отдельно толщину кортикового слоя, но, мне кажется, это не нужно, но вы просто как вариант, чтобы вы понимали, что бывают и такие параметры. Вот, и то, что касается методики исследования, еще мы должны мерить размеры почки, выведя ее на экране в максимальный размер, в максимальную длину, потому что вот здесь показано как раз, что если мы выводим почку в нормальное положение, она у нас 9,5 сантиметров, да, если мы справа ставим вот, датчик, ну, скажем так, как придется, не очень аккуратно, у нас почка получается 7,7, и я, поскольку много делаю УЗИ, вот ко мне неоднократно приходили пациенты с гипоплазией почки, то есть они вот приносят протокол УЗИ, написано 11 сантиметров правое, допустим, 7 левое, вот, и приходится переделывать почки абсолютно одинаково, они обе нормальных больших размеров, то есть это вот, кажется, что это такой нюанс несущественный, но у пациента, которым неправильно измеряют даже вот размеры почки, они попадаются, поэтому вот на это надо обращать внимание и так немножко датчиком поводить, чтобы почку вывести в оптимальном, максимальном размере. Ну, и дальше мы рассматриваем варианты нормы, которые встречаются, ну, самое частое, наверное, с чем вы все сталкивались, это вот гипертрофия колонны бертина или гипертрофия почного столба, вот, это такое вклинение в мозговое вещество паренхемы почки, встречается очень часто, не всегда можно отличить от опухоли, да, поэтому здесь, если у вас есть сомнения, то мы направляем пациентов на компьютерную томографию, если это известный факт уже, и вам пациент говорит, что да, мне говорили, что там что-то не так с этой почкой, то можно оставить под наблюдение, но в пользу того, что это все-таки гипертрофия почечного столба, а не опухоль, говорит то, что наружный контур почки, как в данном случае, он не нарушен, да, то есть у нас нет выбухания, нет вот плюс ткани. И второй момент, еще диагностическим критерием считается размеры вот этого вот почечного столба не больше трех с половиной сантиметров, хотя я видел больше, то есть вот в учебниках написано, что до трех с половиной, но это, опять же, попытки стандартизировать то, что невозможно стандартизировать, вот, поэтому 35 миллиметров это не предел, я видел и 40, и 42 миллиметра почечный столб, это, в общем, нормальный вариант нормы. Ну, вот здесь другой вариант, тоже показан, меньшего размера, да, даже можно сказать, что это, может быть, удвоение почки, признаки удвоения, да, это вот такое наличие такой вот паранхематозной перемычки, вот, посередине мозгового вещества. В любом случае, если у нас есть сомнения, мы понимаем ограничение ультразвукового исследования, мы направляем пациентов на компьютерную томографию с контрастером. Следующий вариант нормальной анатомии, это фетальная дольчатость, то есть у нас в эмбриогенезе почка имеет такой вид тутовой ягоды, как это описывает, или малины, да, и у некоторых взрослых людей такая почка, она вот сохраняется на всю жизнь, то есть она имеет такие вот, такой волнистый контур, вот, это не должно смущать, это вариант нормы. Ну и второй вариант нормы, это вот горбатая почка, да, вот, когда почка такой треугольной формы, как правило, это, ну не, как правило, всегда это левая почка, тоже достаточно частое явление. Ну, не нашел, к сожалению, более качественного снимка, да, хотя бывают просто треугольные такие почки, просто треугольником, да, здесь вот, в учебнике на зарубежном языке, вот это было представлено в качестве образца вот этой горбатой почки. Фетальная дольчатость, вот она показана, особенно хорошо вот на правом слайде, мы видим прям такой вот неровный волнистый контур почки, тоже вариант нормы, пугаться его не следует, а плюс еще вот здесь показано, сейчас я покажу, вот на среднем картинке, вот здесь есть такой еще дефект, гиперэхогенный треугольной формы, эффект на границе вот этих вот сросшихся частей почки, тоже это является вариантом нормы, здесь он плохо показан, есть, потом добавлю лучшего качества, опять же, если у вас есть сомнения, фетальная дольчатость или то, что-то не то, мы направляем на компьютерный галеттообразная почка, я ни разу в жизни не видел, но вот в литературе описано, так вот это выглядит красиво, почти с отсутствием перешейка, то есть это вот как бы две почки полностью сросшиеся, вот по-английски называется cross-fusion, вот здесь она показана, ультразвуковая картина и изображение на компьютерной томографии, причем если вы обратите внимание, здесь вот в правой почке лоханка развернута кпереди, да, а лоханка левой почки развернута кзади, вот так вот срослось, это он галеттообразная почка, и второй более частый, гораздо более частый вариант, это подковообразная почка, с которым я думаю, что все неоднократно сталкивались, какие варианты ошибок, очень такая типичная ситуация, когда подковообразная почка выявляют у человека, которому многократно до этого делали УЗИ, да, и он приносит несколько протоколов, где написано, что вот же нормальные почки, вот правая, вот левая, что может позволить заподозрить, что у пациента есть подковообразная почка, это два момента, во-первых, ограничение подвижности при дыхании, то есть эта почка практически не движется, и второй момент, при подковообразной почке мы не можем вывести четко нижний полюс, то есть он вроде есть, он вроде заканчивается, но вот так вот прям вот увидеть его четко как верхний не получается, то есть что-то мешает, то ли там газ, то ли что-то, да, и вот это является причиной ошибок, то что, в общем-то, доктора, они, так сказать, задумываются над тем, что может быть это не просто так нижний полюс не виден, а может быть его и нет у нижнего полюса, да, а есть перешей, вот между почками, вот, и такие вот случаи были, вот, ну еще один вариант тоже подковообразной почки, показано, вот верхняя, правая, это половина почки, левая половина почки, с таким вот, ну слева даже лучше видно, что нет четкого какой-то границы, то есть примерно понятно, что она вот закончится, но нет перехода, и вот на крайнем правом слайде показано аорта, да, нижнее поле вена и, собственно говоря, вот этот перешей истмус, который лежит на этих сосудах. Опять же, любая аномалия, это повод для компьютерной томографии, потому что разглядеть по УЗИ мы полноценно такую почку не в состоянии. В том числе, я вот, опять же, подковообразная почка, еще один вариант тоже с перешейком. Я обычно пациентам советую, даже если это впервые выявлено, говорю, знаете, пускай у нас будет базовое исследование, да, то есть если у вас когда-то будут проблемы, нам хотя бы будет с чем сравнить, было это раньше, не было там, потому что понятно, что при подковообразной почке чаще бывают мочекаминные болезни, чаще инфекции, да, пионефриты, поэтому это такой факт биографии, которые лучше запротоколировать. Дистопия почки тоже достаточно частое явление, то есть, самые распространенные, ну, их, собственно, всего два, это тазовая дистопия, да, и поясничная дистопия почки, но в данном случае показана тазовая дистопированная почка, а вот над ней матка, да, с МЭХа, видно. Ну, опять же, компьютерная томография. Вот, мочекаминная болезнь по ультразвуку имеет очень характерный вид, да, то есть наличие камней, это наличие гиперхогенного образования с акустической тенью, вот, на данном слайде мы вот видим у одного и того же пациента уже с гнойным пионефритом, мы видим не только камень лоханочного честочника, он в сегменте, мы видим еще и уже, так сказать, такое неоднородное содержимое вот верхней чашечки, да, лоханки, но в верхней чашечке вот почки на левом слайде, то есть, это уже вот гнойный пионефрит, ну, и на компьютерной эсклиторной урографии мы вот видим этот знакомый с детства нам симптом указательного пальца, да, вот, то есть, мы видим, где находится камень. Диагностика не заставляет труда, если у нас мы видим гиперхогенное образование с акустической тенью, это вот критерий, да, мощь каменной болезни, вот, здесь вот показано, тут таковая картина и изображение на компьютерной томографии, и существенный момент, 5 миллиметров, это предел возможности УЗИ-аппарата, я думаю, вы тоже с этим сталкивались, очень часто пишут камни 2-3 миллиметра, множественные камни 2-3 миллиметра, всем приходится пациентам объяснять, что это за грани возможности УЗИ как метода, то есть, 5 миллиметров. Нельзя видеть, это очень грубая ошибка, это частая ошибка, и самое печальное, что бороться с УЗИ-врачами бесполезно. Ну, вот 5 миллиметров я специально взял, это учебник 2016 года, американский учебник по ультразоковой диагностики, не старый, да, 2016 год. Я эту даже страницу распечатываю, она у меня лежит в кабинете, ну, распечатано один листочек, файлик, я просто пациентам показываю, говорю, вот, вот, 5 миллиметров. Вообще, вот 5, а? Нефрон профилактический, думаю, можно всем. Вот, вот, да, то есть, меньше писать, меньше, чем 5 миллиметров, это неправильно, потому что это может быть чем угодно, это может быть уплотнение стенки сосуда, это могут быть какие-то гранцинаты в паренхимии, да, все, что угодно, да, поэтому здесь все, что больше 5 миллиметров мы верим, все, что меньше, я объясняю вежливо. Мне очень не нравится, когда УЗИ-сты пишут признаки хронического пиунифута, обалдеть. Ну, теоретически они есть, конечно, здесь вопрос в чем? Особенно у людей пожилого возраста, когда теряется хронический пиунифрит. Ну, на самом деле, мы здесь все очень опытные люди уже в годах, все с этим сталкивались. Я обычно пациентам объясняю, что нет специфических признаков пиунифрита, есть нефроангиосклероз. Нефроангиосклероз, это процесс, который у нас у всех начинается еще с рождения, да, и все же объясняю, что даже вот в 15 лет там девушка и в 30 лет почки уже выглядят совершенно по-разному, да, то есть это проявление одного и того же, да, вот, поэтому тут, конечно, пиунифрит поставить невозможно. Причем надо сказать еще, что 5 миллиметров это, конечно, хорошо, но у меня было, и бывает исключение в обратную сторону. У меня была пациентка, которой описывали в течение трех лет камень 9 миллиметров, причем она пришла к нам, что я хочу беременеть, давайте мы его удалим, потому что это мало ли что. Я ее направил на компьютерную томографию, она приходит с большими глазами, как блюдце, никаких камней нет. А как же так? У меня, говорит, три года лечили канифроном, мне там по УЗИ отслеживали, говорит, вы знаете, он стал поменьше, нет, он стал побольше, вот эти 9 миллиметров каких-то, оказалось, что там вообще ничего нет, это просто вот такая перенхима. Вот, поэтому даже при таких размерах могут быть ошибки. Есть еще второй, вот, там попозже я скажу, твинковый артефакт, так называемый, это мерцание, артефакт мерцания, это вот считается признаком тоже камня при использовании доплера, то есть, или хвост комета еще это называется, когда за камнем у нас появляется такой разноцветный хвост, ну как у нас черный, красно-синий, не разноцветный, красно-синий, вот этот вот эффект, он позволяет небольшие камни диагностировать, но тоже такая спорная вещь, потому что на многих аппаратах сейчас это гасится программно, и вот, допустим, у меня на аппарате, я не могу это воспроизвести, у меня что-то там какая-то примочка есть, которая это все нивелирует, да, убирает эти вот артефакты. Вот, губчатая почка, тоже это, я думаю, что знакомые всем все сталкивались, да, это вот такое диспластическое заболевание, когда у нас в почке множественно расширенные канальцы, вот эти, беленик, как они называются, и, соответственно, в них могут быть отложения солей кальция и множественные мелкие конкременты, но это вот такие несчастные, больные, потому что если присоединяется воспаление, с ним практически невозможно справиться. Вот, и называется вот эта картина еще колесо телеги, да, вот то, что у нас справа, ой, здесь слева показано, ну и вот это, соответственно, на компьютерном томографии мы видим, вот это отложение кальция. Ну, что может быть имитировать наличие камней, это как раз вот о чем говорила Любовь Санна, только что это газ в собирательной системе почки, это кальцинаты в почечной артерии, это вот некротический попелит с, как сейчас, как это называют, с ампутацией, да, собственно, для сосочка, да, это может быть консценированная опухоль на качестве, вот, ну, в том числе, это может быть вот инкрустированный стенд, да, который напоминает камень, то есть отложение солей на стенде. Ну, кровавидный камень имеет очень характерную картину, он занимает всю собирательную систему почки, мы видим такую хорошую, широкую акустическую тень, вот после гипрохогенного, вот этого сигнала. Так, что у нас случилось? Непонятно. Угу, все, мы вернулись. Так, ну, кровавидный камень на рентгене, я думаю, что все видели, вот это такие вот экстремальные. Вот, твинковый артефакт, про который я говорил, мы видим на левом изображении, ну, такой сомнительный, да, то ли есть камень, то ли нет, вот в чашечке, да, на границе средней, нижней трети, вот, и на, при включении доплера, мы видим вот такой вот хвост кометы, против, после вот этих двух образований. Нет, он есть, просто вот этот твинковый артефакт, он позволяет как раз камни выявлять, когда мы не уверены в обычном сером режиме, то есть вот в серой шкале, в бы режиме, мы не видим, то есть там что-то есть, да, то есть акустическая тень нечеткая, да, вот в нижней чашечке, там вроде как есть тень, да, вот средней нету, а при включении доплера мы четко видим вот этот вот хвост кометы, да, после камня, после камня, то есть там есть физические объяснения этого процесса, да, но вот это можно попробовать использовать для вот диагностики маленьких камней, то есть потому что акустической дорожки четко здесь нет, да, на вот этом, на левом изображении, а акустическая дорожка это главный признак камня. Но опять же, если у нас есть сомнения, у нас есть компьютерная томография, которая показывает камни любого размера, да, но, к сожалению, дорого стоит. Камень устье мочеточника, то же самое, я думаю, что все легко диагностируют, вот это, он имеет очень характерную картину, гиперхогенобразование с расширенным мочеточником выше, вот как на левом изображении, вот это очень такая выгодная, конечно, ситуация для УЗИ-врача, потому что приходит пациент с почечной коликой, с болями сильными, так сказать, озадаченный, напуганный этой историей, и мы можем вот буквально за 2 секунды его, так сказать, успокоить, когда вот же ваш камень, да, вот я его вижу, и так почувствовать себя таким победителем. На какого процента я не учусь? Ну, где-то, я думаю, что интермуральные отделы, чуть выше, но в реальности, я думаю, это, наверное, 3-4 сантиметра, не больше. Опять же, все зависит от комплекции пациента, от опыта врача и от качества УЗИ-аппарата, потому что у меня вот жена, когда работала здесь в 16-м корпусе, очень хороший аппарат Philips, экспертного класса, действительно, очень хороший, и она вот, работая здесь 3 года, она просматривала весь мочеточник на УЗИ, вот, прям сверху донеру, но это эксклюзив, потому что я, допустим, у меня аппарат не такого хорошего качества, я вот это сделать не могу, я пытался, но не получается, то есть, это все зависит. Так считается, что мы можем вот увидеть, ну, то, что ниже почки мочеточника, опять же, если он расширен, если там есть камень, и вот где-то 3-4 сантиметра уже в интермуральном отделе, вот до устья мочеточника. Очень красивым, очень характерным признаком, да, вот, обструкции мочеточника или отсутствия обструкции мочеточника является этот мочеточник его выбросы, вот, или Вертеролджет, еще я вот тут вычитал, что это называется еще, Candle Sign, то есть, да, симптом свечи, вот, очень удобный, очень простой метод, опять же, дешевый, когда мы просим пациента напиться, да, где-то пол-литра, там, 600 мл выпить, жидкости, и минут через 20-30 можно уже начинать смотреть. Если у нас моча поступает и справа, и слева, симметрично, примерно одинаковыми порциями, да, значит, обструкции нет. Если у нас с одной стороны поступает, с другой не поступает, или, там, скажем, с левой стороны 5 раз уже вышла моча, да, а справа только один, и как-то неубедительно, да, то вполне возможно, что есть обструкции, есть камень мочеточника. Опять же, это все хорошо работает у относительно молодых пациентов, потому что неоднократно я пытался это использовать у пациентов, там, уже после 70 лет, они, вы знаете, и мочу очень плохо медленно накапливают, и сложно проследить вот эти вот мочеточниковые выбросы, то есть, видимо, это связано уже с точной недостаточностью, да, с какими-то еще процессами. Ну, можно раньше, если он там уже сильный позыв, но у молодых это все очень быстро. Да, потому что, ну, у меня, бывает, даже были наши сотрудницы, когда, ну, я искренне хочу увидеть, да, вот, она вроде напилась все, но, опять же, там, человек пожилой, с лишним весом, да, у него вся эта жидкость уходит куда-то, там, в клетчатку подкожную, да, и мочевой пузырь приходит очень не сразу, и очень не скоро. Бывает, что там пожилые люди сидят, там, 2-3 часа, уже полтора литра воды выпил, мочевой пузырь не наполняется, вот, это вот, к сожалению, особенность такая. А самый простой, на самом деле, если там, там даже есть еще понятие спонтанное контрастирование, когда мы даже без Доплера можем увидеть такой серый, ну, как бы, вот, выброс мочи, да, даже без Доплера, то есть, вот, вот, все хорошо. Зачем больному рекомендовать пить воду, которая, в принципе, тяжело упьется, тем более, некоторые рекомендуют до полутора литра. Когда можно больному предположить более приятную процедуру, выпить 2 стакана, не горячему, теплый чай, можно с сахаром, без сахара, все равно же за 2 часа, например, до исследования, пузырь уже находится в среднем около 240 мл мочи. Достаточно для осмотра и стены получил пузырь, и самую простату. Вот дуть такую коллекцию водосудна, у которых 1-го, вот это тупость, я вот это делаю. Ну, на самом деле, здесь вопрос, во-первых, необходимости персонализированной медицины, он должен прийти не через 2 часа, а когда позыв появится, а это не всегда получается, это раз. А второй момент, у нас же откуда берутся эти рекомендации, они же тоже не из воздуха, да, у нас болеют в основном пожилые люди, которые мочу накапливают медленно, вот отсюда появляются вот эти выпитки. А вот на чай-то они быстрее накопят? Ну, я не думаю, потому что у меня вот опыт большой, у нас приходят, если приходят в 12 часов, в 12, я работаю там до 2, до 2, до полтретьего где-то я работаю, я говорю, знаете, мы сейчас начнем пить, очень вероятно, что мы так и не сможем сделать УЗИ, потому что вы за 2 часа можете накопить. Я говорю, лучше приходите утром к 9, не заходите в туалет здесь, в больнице, посмотрим, да, мало будет, попьете, у нас будет еще целый день впереди, вот так. Так это работает, потому что там полтора литра, говорят, потому что они кьют положенные 500 грамм, да, а пациенту там 78 лет, эти 500 грамм, они, так сказать, до мочевого пузыря не доходят ни через час, ни через 2, ни через 3, там, да, вот. Или вообще всю ночь уже выйдет, да, когда у него днем 400 грамм, а за ночь там 2 литра мочи, как это бывает. Вот, так что вот так. Так, ну, если коротко, да, по поводу ошибок, которые могут быть при ультразвуковой диагностике, да, это на самом деле, вот, ну, я нигде это не списал, сам вывел, да, сюда. Это 4 ситуации. Во-первых, это секретарная анурия, я думаю, что все знают, да, этот термин, либо это резорбция мочи, которая происходит через какое-то время после острой обструкции. То есть, если мы берем пациента на УЗИ с почечной коликой, которая случилась 2 часа назад, мы увидим такую яркую картину расширенной собирательной системы, расширенный мочеточник и так далее. Если проходит неделя, там, 2 недели, мы можем при наличии камня мочеточники, да, и при отсутствии функции почки на УЗИ увидеть, как будто обычную почку, да. Происходит это потому, что вот эта моча, она усасывается обратно, вот, и почка по УЗИ выглядит вполне обычно, поэтому вот здесь вот в самом простом варианте нужно мочеточниковые выбросы проверять, да. Вот, а в идеале сделать, конечно, компьютерную томографию, если камень не выходил, да, потому что такие пациенты, которые приходят через 5, там, через 8, лет, с терминальным гидронефрозом, да, тоже все их видели, да, потом выясняется, что, да, была почечная колика, отвезли в больницу, 2 дня подержали, все прошло, меня отпустили, больше не обращался, больше не болело. А камень так и остался на месте. Второй вариант, это внепочечная лоханка, тоже достаточно частое явление, когда у нас в норме лоханка может быть 2-2,5 см, как правило, это с обеих сторон они так выглядят, вот. Вот, и тоже, когда я начинал работать в приемном покое, я, так сказать, таких пациентов направлял сразу на экстритурную урографию, ну, сделав их там штук, не знаю, 10, наверное, я стал понимать, что, то есть мы делаем, а там ничего нет, там нормальные совершенно функции, это просто вот такие большие лоханки с обеих сторон, поэтому нужно оценивать, соответственно, контрлатеральную почку, да, нужно смотреть мочеточниковые выбросы. Ну, и самое главное, о чем только что Любовь сам сказал, очень важная мысль, всегда надо сопоставлять нашу картину при осмотре и при УЗИ со сбором анамназа, жалоб и, так сказать, использовать это все при анализе вот этой ситуации. Если у человека нет почтной колики, да, там мы видим что-то, какое-то расширение, скорее всего, это либо какая-то давняя ситуация, либо это может быть внепочечная лоханка, либо что-то еще. Внутри почтной лоханка это обратная ситуация, когда у нас передний, задний губок почки закрывает полностью лоханку, даже при острой почтной, ну, при почтной колике, которая только-только что случилась, мы можем не увидеть расширение, при том, что там будут мочеточники и, соответственно, будет обструкция и все, что из этого вытекает. Ну и последнее, это внутрисинусные кисты, которые являются практически нормой поживого возраста, мы знаем, что после 50 лет у большинства людей внутрисинусные кисты есть, разного размера, и они могут имитировать собирательную лоханочную систему почки расширенную. И в такой ситуации, конечно, правильнее было бы не интерпретировать их как внутрисинусные кисты или как гидронефроз, да, а, наверное, правильно, если есть сомнения, писать, что в почке имеются жидкостные образования в воротах почки, да, которые требуют до обследования, скобочка, написать гидронефроз под вопросом, внутрисинусные кисты под вопросом. Потому что такие пациенты у нас у всех тоже есть, которые говорят, вот у меня УЗИ гидронефроз, вот у меня УЗИ кисты почек, что же у меня на самом деле. Да, и не всегда можно по УЗИ сказать, что же ты на самом деле. Вот как раз вот иллюстрации, вот с левой стороны у нас гидронефроз, да, а справа у нас парапелликальные кисты, да, и пойди докажи, что где. Да, потому что выглядят они практически одинаково. Ну, это вот терминальный гидронефроз, я думаю, что здесь как раз сомнений уже не вызывает, что это. Опять же, еще раз повторюсь, мне представляется, что если, вот как картина здесь, можно написать, что это парапелликальные кисты, да, когда у нас нет намека даже на мочеточник, у нас не расширен чашечки. Вот, если есть сомнения, лучше писать, вот, жидкостные включения в синусе, кисты, расширение ЧЛС под вопросом. Это будет правильнее. Ну, и всегда у нас есть компьютерная томография. В случае, если это пожилые люди, а как правило, это пожилые люди, есть почечная недостаточность, у нас есть запасной вариант. Это радионуклидные исследования томической нефросцентографии с непрямой ангиографией, которым можно проводить при наличии урамии, и которая нам, в общем, покажет это расширение, есть обструкции, или это андресивные кисты и обструкции нет. Как вариант. Что касается кист, ну, самый простой вариант классификации, это вот простая киста и осложненная киста, как показано здесь. То есть, простая киста с гомогенным содержимым, с четкими контурами, да, с тонкой стенкой. Вот, осложненная, как здесь показано, и мы видим вот достаточно больших размеров, такое солидное образование внутри кисты. Опять же, для кист, и в случае сомнений, у нас есть компьютерная томография. Вот, ну, классификацию басняк, да, я думаю, что все знают. Она подразделяет кисты на четыре категории. Первая, вторая категория, вероятность злокачественного образования равна нулю процентов. Категория 2F, F это follow-up, да, это наблюдение. То есть, это где-то нужно повторять исследование раз в год. Да, вероятность мольнигнизации пять процентов. Ну, и, соответственно, 3,4 процента, это вот, как здесь показано, 50 и 100 процентов злокачественного образования. Вот, классификация басняк, она основана на данных компьютерной томографии с контрастированием. И использовать ее, там, при УЗИ, конечно же, не очень корректно, потому что основным критерием отнесение кисты к той или иной категории является ее способность накапливать контрастное вещество. Я тут искал фотографию басняка, как раз вот, и выяснил, что он, оказывается, до сих пор работает. Вот, в интернете есть сайт его, он работает в Нью-Йорке, как принимает как радиолог, ну, как сказать, врач, лучевой диагностики, скорее, да. Вот, и у него на сайте такая жизнерадостная, в общем-то, фотография его, и написано, по-моему, больше 60 лет безупречной службы. Работает до сих пор. А классификация была предложена еще в 84-м году. Ну, вот здесь расшифровка, да, то есть критерии диагностики и вероятность малигнизации, цифры немножко отличаются, но, в общем, и целом примерно соответствует предыдущему слайду. Острый пиво нефрит имеет такие косвенные признаки, да, это, во-первых, самое то, что приходит в голову, это снижение подвижности почки, да, увеличение ее размеров, вот, плюс то, что, вот, говорила Косова Инга Владимировна, да, вот это свети-кидни, то есть потная почка, да, вспотевшая почка, это вот разрежение, изображение околопочечной клетчатки остается более гипоэхогенной, гипоэхогенной, да, клетчатка околопочечной за счет отека вот этой жировой, собственно, ткани. Вот, ну, в редких случаях, может быть, как вот тоже Львусана только что рассказывала, эмфизоматозный пионефрит, то есть наличие газа, там чуть-чуть дальше будут очень красивые иллюстрации. В большинстве случаев это восходящий пионефрит, так мы только что слышали, это 85-90% случаев, и вызывается он кишечной палочкой, либо фекальным антерококком, и 10-15% это вот гематогенный пионефрит, чаще всего это золотистый цифилококк. Вот, абсцесс почки, ну, вот, имеет характерный вид, вот, это гипоэхогенное образование в воротах с неоднородным содержимым. Там чуть позже будет слайд. Есть еще такой симптом, называется баскет сайн, это, ну, по-русски это синдром, симптом корзинки, да, то есть у нас, когда есть абсцесс, у нас нет кровотока внутри абсцесса, но усиленный кровоток вокруг, да, и выглядит тут такая картина, как вот сетка для баскетбола, вот, корзина, куда кидают мяч. Ну, вот здесь показан как раз вот эмфизоматозный пионефрит, видно, да, что у нас на ультразвуковом исследовании как будто крововидный камень, да, а с левой стороны, с правой стороны у нас вот видно газ в собирательной системе вот этой правой почки. А, извиняюсь, левый, как левый, да. Ну, и здесь вот такая картина эмфизоматозного пионефрита, когда у нас по УЗИ практически изображение отсутствует, можно сказать, да, а при компьютерной томографии мы видим вот такое вот, диаметром, наверное, больше 20 сантиметров, вот такое вот образование с газом на месте правой почки. Ну, сморщенная почка, как правило, здесь сохраняется кортикомедулярная дифференцировка, да, но размеры ее уменьшены, вот, и плюс еще может быть вот она быть полностью такая гиперхогенная, как вот на левом сваре, то есть тут два варианта одного и того же процесса. Ну, и поликистоз почек диагностируется очень легко. Это множественные кисты, которые, как правило, вот эта почка, она больше 20 сантиметров, она занимает все пространство, вот диафрагма до малого таза. То есть такой диагноз, который поставить его несложно, но очень сложно вот в этих жидкостных полостях найти, допустим, расширенную лоханку, да, потому что она будет мало отличаться от, собственно говоря, полости кисты. Такие больные для диагностики крайне сложные. Как это дифференцирует поликистоза в множественных кистах? Ну, на самом деле, сложно, хороший вопрос, вопрос сложный, потому что по наличию паренхемы, то есть у нас есть участки неизменной паренхемы, где мы можем ее померить, эти 2 сантиметра, там, или 18 миллиметров. Да, то есть у нас остается все-таки, потому что поликистозная почка, вот мы видно даже на препарате, там же нет ни одного участка нормальной паренхемы. Да, двусторонний процесс, но самое главное, множественные кисты, это все-таки мы видим нормальную почку, и в ней может быть 10 кист, их может быть там даже больше, но мы все равно видим нормальную почку, нормальную, вот, верхним полюсом, нижним полюсом, да, то есть с участками паренхемы и так далее. Вот, потому что это часто путают, и какой-то четкости здесь, конечно, от наших узи-врачей сложно добиться, потому что, ну, часто пишут поликистоз, когда просто там больше 3 кист, они пишут уже поликистоз. Я думаю, тоже все с этим сталкивались. Почечноклеточный рак, и гораздо более редкий переход на клеточный рак, да, то есть соотношение примерно 1 к 10, вот, это наличие вот такого образования, то есть, как правило, она гиперохогенная чаще всего, да, чаще она нарушает контур почки, то есть появляется такое выбухание, вот, и диагностироваться достаточно плохо, о чем говорил, собственно, Александр Васильевич, что до того момента, когда опухоль вырастает больше 2 см, как правило, она изоихогенная спиренхема почки, и мы, в общем, ее не можем обнаружить, да, при УЗИ, а на компьютерной томографии можем, потому что она накапливает контраст совсем не так, как нормальная перенхема, вот, и слева это вот изображение переходно-клеточной опухоли, да, которая обтурирует мочеточник, да, и приводит к развитию гидронефрозы. Вот, ну, здесь тоже варианты, вот, собственно говоря, почно-клеточный рак почки, да, который занимает весь нижний полюс, ну, и здесь вот жировая ткань в воротах почки, которая тоже может имитировать опухоль, да, на правом слайде, то есть при компьютерной томографии никакой опухоли там нет, вот, тоже можно понимать, что здесь возможны варианты, и чувствительность УЗИ, она далеко не 100%, ну, в любом случае у нас, в случае сомнений, есть компьютерная томография. Там ангемиолипол в каких размерах минимальных умостей есть? Ну, где-то вот, мне только сейчас, ну, где-то вот 5-6 миллиметров, наверное, ну, до 5-ти вообще некорректно что-то измерять и описывать по большому счету. Вот, ну, здесь картина опухолевого тромба в нижней половине, ну, просто для, так сказать, информации, да, то есть у нас врач-изион должен быть насмотрен, да, поэтому давайте вот увидим, вот ангемиолипол у почки имеет очень характерный вид, очень часто встречается у женщин чаще, чем у мужчин, вот, размеры минимальные, где-то 5-6 миллиметров, ну, Александр Васильевич подробно очень рассказал нам все про эту опухоль, да, оперируем мы обычно, если ее размеры больше 4-х сантиметров, либо когда она быстро прогрессирует, вот, вероятность малегнизации 1 к 1000, да, то есть, в общем, в большинстве случаев это такое доброкачественное, не опасное образование, которое по большому счету даже и наблюдение-то не требует, если там 2-3 года наблюдаем, там ничего не происходит, размеры не меняются, можно уже и не так часто это делать. Сейчас, слушай, вот, была, я тебя пришла на самовку личная, и это с образованием, вот, ее, по-моему, что она пришла. Пожалуйста, там, где любого, даже получается 6 на 7 лет поминоград. Обнаружен, маленько, все хорошо, если она не наблюдается, она не наблюдается. Приходит ко мне консультация, вот что-то у меня здесь выросло. Планируем, прям, знаете, как каменисты, в области образования, без преувеличения. Делаем методисты, оказывается, там, значит, у нас всякое место. Ну, к сожалению... Сделали не инфекционный вид? Да, потому что оно как? Оказался, рак все будет. Да, изначально. Это было 6 витаминов. Ну, толстый сантиметр. Я на 20-40, что добавлю, что она редко. Да, очень редко, но, как мне тут тоже прочитал фразу, мне очень понравилось, что медицина, это жонглирование возможностями и вероятностями. Поэтому на 100% никогда ни в чем нельзя быть уверенным. И тоже мы поговорим по поводу вот ситуации с микролитиазмом яичка. Тоже последние данные рекомендуют, что если у пациента нет опухоли, у родственников нет опухоли яичка, рака яичка, не было у этого пациента, нет никаких факторов спровоцирующих, то УЗИ ежегодно делать уже не обязательно. Раньше говорили, что обязательно. Но желательно, значит, каждый год, чтобы он сам себя ощупывал яичко. Вот такой пациенту скажешь, что он скажет, что, наверное, что-то тут не так. Вы либо наблюдаете, либо меня отпустите, скажите, что ничего там нет. Почему я должен сам там? А может, я неправильно щупаю? Поэтому, конечно, здесь лучше перестраховаться и лучше, конечно, их наблюдать хотя бы раз в году. Потому что никогда 100% уверенности у нас не будет, что это именно ангиомиолепома. Метастазы в почке бывают редко, но бывают. Вот здесь вот метастазы легкого, причем двусторонние в почке. Ну и трава почки. Ну, здесь на самом деле УЗИ не является ведущим методом, но вот здесь показана субкапсулярная гематома после биопсии. Вот о чем тоже говорил Александр Васильевич. Почему мы не выполняем собственно биопсию почек и биопсии образований? Потому что это опасно и малоинформативно может быть. Ну, классификация вот этой американской ассоциации хирургии и травмы тоже уже нам показывают, Игорь Ильич Иславович. Тоже просто до кучи. Ну, опять же, компьютерная томография, если больную стабильна, это метод выбора. Ну, и еще вот такое изображение это хинококковые кисты почек. Тоже такие многокамерные, с толстыми стенками. Тоже не надо забывать, что такое бывает. Да, по крайней мере, учитывать это при диагностике, вот примерно у 2-5% вот всех пациентов, у которых есть хинококкоз. Ну, и еще раз ошибки при УЗИ почек. Это вот микролиты, про которые мы проговорили, то есть меньше 5 мм. Как правило, камни не видны, не нужно на такие записи обращать внимание, нужно больных как бы успокаивать. Гидрокаликоз и кисты тоже частая ошибка, потому что, ну, кисты в паренхемии встречаются часто, да, а вот синдром Фролли с развитием гидрокаликоза крайне редко, да, и часто это сочетается с наличием там камня, да, в этой чашечке расширенной, поэтому тоже надо учитывать. Ну, гидронефроз и кисты тоже мы проговорили. Наличие, нарушение оттока мочи из-за переполненного мочевого пузыря, на самом деле, очень важный момент, потому что тоже многократно приходили пациенты с гидронефрозом, при контрольном УЗИ никакого гидронефроза нет, спрашиваешь, делали у УЗИ мочевого пузыря, нет, потому что назначили, я надеялся, что мне сделают, я подготовился, но доктор сказал, что мне назначили только УЗИ почек, поэтому я сделал только УЗИ почек, да, и этого подготовлено в кавычках пациента, уролог, увидев такую запись, направляет уже в больницу Боткина на операцию по поводу гидронефроза, вот, поэтому это надо тоже все помнить, вот, ну и последнее, это вентильные камни, то есть камни, которые при движении по мочеточнику могут такую вызывать, можно так сказать, транзиторную обструкцию, то есть в какой-то момент они мешают оттоку мочи и вызывают почечную колику, да, в какой-то момент они поворачиваются по-другому, моча проходит мимо конкременты, у нас никаких болей нет, обструкции нет, полочка работает, мочеточники выброса есть, вот, поэтому тоже надо об этом помнить, и если пациенты готовы, материально, то выполнять компьютерную томографию, поскольку это самый надежный, да, метод появления камней мочеточника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА